Наша республика богата яркими и талантливыми людьми. Многие из них трудятся за ее пределами и даже стали известны. Один из них – артист-вокалист Максим Колесников. У него есть поклонники и в Пятигорске, и в Хабаровске, и Иркутске. Служит он в музыкальном театре уже 21 год. А о любви к музыке, актерскому мастерству была ли эта мечта детства? И с чего все начиналось, расскажет Альбина Ламкова. Каждую свою роль артист-вокалист Максим Колесников проживает на сцене. Все эмоции пропускает через свою душу. Сам актер – искренний человек. Об этом говорит открытая улыбка Максима и доброе отношение к миру. После окончания школы в Черкесске он получил среднее специальное образование повара. Затем в Пятигорске поступил в институт по специальности инженер-технолог. Учащив в ВУЗе, Максим стал дружить с ребятами из музыкального театра Пятигорска. Друзья часто приглашали его на постановки, но он отказывался. Аперета «Сильва» стала первая, которую Максим увидел, и после чего театр стал его жизнью. Они меня затащили. Все это была любовь с первого взгляда. И вот, наверное, загадывать нельзя, но мне кажется, что на всю жизнь. По крайней мере, 20 лет этот роман длится. Максим начинал свою работу в музыкальном театре Пятигорска. Затем его пригласили работать в Хабаровск. И уже пять сезонов он служит в музыкальном театре Иркутска. В Сибири Максима коллеги встретили с теплотой. Что не скажешь о климате. Там, конечно, попрохладнее, мягко говоря. Суровый климат, конечно, для нас. Но ничего, человек привыкает. Первый год это была вообще чистая вода и романтика. Потому что, когда видишь сугробы и минус 40, удивляет. По родным местам, по Черкесску, особенно по людям, Максим скучает всегда. В каждой роли он увидит и родного человека, которого так часто вспоминает. У меня даже есть диплом на одном конкурсе, где я выбрал, значит, на конкурсах можно выбирать. Я был прописан тогда еще в Черкесске, я служил в Пятигорской оперете. И у меня было право выбора, что писать, какой город. И у меня вот записан город Черкесск тогда еще. По родственникам у меня мама осталась здесь, у меня брат, здесь у меня сестры, здесь тети, племянники. Предпочтений героев нет. Я артист и люблю играть все. Но тут же Максим добавил, что судьба его балует. И его театральная жизнь насыщена приятными сюрпризами, о которых актер и не мечтал. Это вот в Иркутском как раз театре, это огромная актерская удача, чего никогда не мог предположить, что когда-то буду играть роль Василия Кузякина в спектакле «Любовь и голуби». Это всенародно любимый фильм. Максим говорит, что работа в каждом театре – это неоценимый опыт. В Пятигорске было много классики. Переиграл все опереты в этом жанре. В Хабаровске и модерн, и рискованные роли. А Иркутск – это меньше классики, но герои остро характерные, вплоть до милых бабушек. Ой, а кто это там идет-то? Женька что ли? Женька, заходи, Женька, ждали тебя. Главное для артиста-вокалиста голосовой режим и постоянный тренинг, отметил Максим. Связки – те же мышцы. Как и у спортсменов, они должны быть все время разогреты и без перерыва работать. Это тяжелый и упорный труд. Хотя поначалу и всерьез его работу в театре никто не воспринимал. Я брат даже старший. Когда я только начал служить на театре, он все время с таким скепсисом. Ну что это работа? Что это придумал артистам? И только когда попал на спектакль, посмотрел, он говорит, господи, какой адский труд. И, конечно же, мечта Максима – прилететь с гастролями к себе на родину. И он верит, что его надежды воплотятся в жизнь. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.